Субтитры создавал DimaTorzok Владыка, в чем особенность этого периода? Собственно говоря, в названии эта особенность и проявляется. Это так называемые святые дни, когда мы полностью продолжаем жить в атмосфере, даже не в воспоминаниях, а в атмосфере праздника Рождества Христова. Переживая вновь и вновь эти события, делая все возможное, чтобы они не уходили из нашего сердца. Ведь как устроен человек? Что бы ни случилось, хорошее или плохое, оно ведь долго не может задерживаться в нашем сознании. Мы быстро убегаем вперед, и все это остается далеко-далеко позади. А цель вот такого вот долгого празднования... Вообще в церкви все праздники имеют некий такой временной след, так называемое попразднство по-славянски. Цель его именно в том, чтобы сохранить переживание праздника как можно более долгое время. Ну и самое... Это действительно дни, когда мы призываемся хранить в памяти вот это событие и жить как бы перед лицом Божьим, постоянно находясь в его присутствии. Вот. Для этого нужно ходить в храм. Вот мы побывали на Рождество в церкви, это не значит, что на этом все закончилось. Вот. Мы должны быть в храме, если есть такая возможность у нас, это необходимо причащаться достаточно часто. Почему в эти дни во время церковной службы запрещается делать земные поклоны? И вообще чем отличается церковная служба? Служба внешне ничем не отличается, те же самые богослужения совершаются, к ним просто добавляются к каждому, к службе каждого дня добавляются еще песнопения, посвященные Рождеству Христову. То есть мы вновь и вновь переживаем это событие, заходя в храм, мы слышим опять рождественские песнопения. Но земные поклоны отменяются не только в святке. На самом деле у церкви есть достаточно строгий устав о земных поклонах. Они отменяются в воскресные дни, они отменяются в дни великих праздников и на святке, а также в период от Пасхи до Пятидесятницы. Также отменяются земные поклоны для причастников в тот день, когда они причастились. Но вот уже из этого перечисления понятно. Земные поклоны – это внешнее проявление сокрушения человека, его покаянного чувства, его болезнования о своих грехах. А святки – это радость, это ликование, это торжество. Вот так вот ликовать и тут же плакать, и сетовать, оно неестественно для человека, неправильно. И вот поэтому обязательно такие правила надо в храме соблюдать. У нас, к сожалению, сейчас никаких правил о земных поклонах не соблюдают. Я часто вижу, как люди совершают их в самое разное время, когда их совершать не положено. Ну, просто потому что, наверное, мало кто учит людей. Ну и, кроме того, люди редко ходят в храм. И поэтому, может быть, только по воскресеньям и ходят, и по большим праздникам. Но, тем не менее, такое правило есть, и оно основано именно на том, что святки и воскресные дни – это время радости, ликования, в которые нельзя привешивать сокрушение и печаль. Есть несколько вопросов от зрителей. Да. По уставу перед причастием нужно как минимум три дня поститься. А как причащаться во время святок, когда нет поста? Дело в том, что пост перед причастием действительно существует, но на святках пост отменяется для тех, кто постился во время рождественского поста. Поэтому, вот, какое-то законное совершенно право, мы отпостились 40 дней. И поэтому уже можно включаться без поста, но при этом, конечно, прочитывая правила к святому причащению. – Еще вопрос от зрителя. На Руси существовала такая благочестивая святочная традиция – приглашать в дом священника. В период святых дней после крещения каждая семья старалась батюшку пригласить, чтобы он своим присутствием еще осветил жилище. Сейчас насколько жива вот эта традиция, и стоит ли освящать жилище? – Это хорошая традиция, она всегда была и на Руси, и в других православных странах. Надо сказать, что эта традиция даже пережила гонение в советской власти. Вот, когда после войны началась небольшая оттепель по отношению к церкви, открылись храмы, монастыри, семинарии, вот, ну, и вновь просто появились храмы со священниками, то опять начали приглашать по старой традиции. Обычно после праздника батюшка со святой водой, с ним кто-то из псаломщиков, заходят в дом, читается или поется тропаль праздника, иногда возглашается многолетие тем, кто живет в доме, и окропляется все святой водой. Это очень хорошая, правильная традиция, она была и вполне достойна того, чтобы ее возобновлять. Единственное, конечно, в наших условиях, когда храмов все еще немного, это не всегда возможно технически сделать. Даже в старину, когда в каждом селе был храм, но, правда, села были по несколько тысяч человек, это было сложно. А сегодня, когда храмов мало, и один священник, как у нас, например, здесь в Симбирской епархии, на 2, 3, а то и 4 прихода, это будет невозможно сделать в массовом порядке, но если кто-то имеет такое желание, и у священника есть такая возможность, это будет очень правильно. Ну и потом, это не обязательно делать один день, вот, пожалуйста, святки, каждый день, каждый день зовите священника, если он только сможет это, если выдержит это дело. Вот, кстати, опять не под это, вы помните первого картина «Сельский крестный ход на Пасху», где там пьяные все ходят, да? Это же не храм, это же не храм, присмотрите, это изба, из крыльца избы, вот они уже все ходят по деревне уже какой, который час ходят, а, естественно, в деревнях раньше батюшка покропил, многолетие спел, ему стопочку налили, и еще кому-то всем к ним, вот, и они пошли дальше, и вот они уже где-нибудь на 10-20-м доме, они вот в таком виде, как на картине его перо, он просто был антирелигиозник, он был безграмотный человек, это не крестный ход на Пасху, это именно хождение по домам на Пасху после праздника. Вот, поэтому, вот, есть такая опасность, конечно, что народ у нас такой добродушный, гостеприимный, ну, а батюшка, если один, то это, конечно, может быть для него тяжело. Вопрос от зрителей. Почему в период с 7 по 19 января церковь не венчает? А по той же самой причине торжество, радость, ликование, посвященное Рождеству Христову. Свадьба – это тоже радость, ликование, торжество, но по частному поводу, по-другому. И вот, чтобы эти два, как бы, так сказать, праздничных настроения не сталкивались друг с другом и не перебивали одно другое, поэтому венчание не совершается в эти дни. Но и предполагается все-таки, что на святках люди должны регулярно ходить в церковь. Это тоже немножко мешает, да, особенно если это свадьба такая, как ее праздновали раньше по одному, два, а то и три дня. Вот это будет мешать празднованию Рождества. Можно ли калядовать во время святок? Можно. Это хорошие народные обычаи. Это тоже некое такое посещение домов христиан, ну, уже детьми, как правило, это ходят дети. Вот, они ходят со звездой, они поют песнопения рождественские, потом такие народные песни, их называют калядками. Традиция эта сохранилась в такой полной мере, да, сегодня в основном на Украине, в Южной России. Вот, у нас в социальной России она была выбита вместе с церковной жизнью. Но иногда... Но иногда, да, иногда что-то где-то появляется. В этом лет ничего плохого, очень хорошо. Дети ходят, поздравляют хозяев с Рождеством, поют им рождественские песнопения, получают какие-то подарки, вот, в ответ на свой труд. Ну, что ж, это тоже форма, такая народная форма прославления Рождества Христу. В этом нет ничего плохого. Владыка, что принято дарить в эти дни родным, близким, друзьям? Вы знаете, все, что угодно. Исходя из возможностей, потребностей, вот, ну, тут никаких, никаких строгих правил для этого не существует. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин